Привет, это Фудсторм и я Антон Романов. И да, сегодня мы приготовим стейк. Способ, который я покажу сейчас, универсален почти для всех стейков. Есть так называемые премиум и альтернативные стейки. Но все эти стейки проходят одинаковый путь, начиная от корма, выдержки и заканчивая приготовлением. Нет такого, что бычка кормили специальным кормом, который влияет только на околоребренные мышцы. Или при выдержке мяса часть вырезают и кидают сушиться под солнцем. Нет, разница только в том, что одни мышцы больше задействованы при жизни, а другие нет. И это влияет не только на твердость мяса, но и на вкус. И зачастую твердые части оказываются вкуснее. Отделить стейки на премиальные и альтернативные проделки маркетологов, чтобы мы не задумывались, почему так дорого, ведь это VIP Luxury Premium Class Beef. А чтобы в любой точке мира вас понимали, надо всего лишь знать название стейков. Все, я выговорился, поехали. Что за стейк перед нами, мы можем узнать из упаковки. Так как некоторые части похожи, мы сделаем пост, где расскажем о самых популярных стейках. Здесь передо мной сейчас находится стриплойн без кости. Мы видим так называемую мраморность. Это количество жировых прослоек и толщина их. Но об этом в следующий раз. Здесь мраморность маленькая. Чем больше мраморность, тем сочнее и насыщеннее вкус стейка. Чем насыщеннее цвет стейка, тем старше был бычок, тем больше вкуса в мясе, но также мясо более жесткое. Первое. Не надо мыть мясо. Если только нет очевидной грязи или вам не в моготу. Только моем в холодной воде и сразу просушиваем. Второе. Когда достали из холодильника, вынимаем из упаковки, протираем бумажным полотенцем и даем полежать от 30 до 60 минут при комнатной температуре. Проверяем запах. Должно пахнуть молочком. Если кислый запах или запах тухлятины, выкидывайте это мясо. Также мясо не должно быть липким и не должно быть цветной пленки на поверхности. И вот. Когда мясо полежало, достигло температуры как минимум 20 градусов, может быть 23 градуса. Пора готовить. Разогреваем сковороду до 180 градусов и вместо того, чтобы поливать маслом сковороду, смазываем маслом стейк и кладем на сковороду. Я использую плоскую сковородку без рисунка гриль и вам советую. Так стейк готовится равномернее и теряет меньше влаги. Через минуту переворачиваем стейк. Стейк толщиной в 2,5 сантиметра я перевернул 6 раз на каждую сторону. То есть всего 12 раз по минуте и получается жарил стейк 12 минут. Проверяем температуру внутри стейка. Показывает 58 градусов. Это medium rare. Теперь снимаем с сковороды и оставляем на 3-5 минут. Это нужно, чтобы соки равномерно распределились по всему стейку. Плюс по инерции он еще готовится внутри. Соль и перец я предпочитаю посыпать уже в конце на готовый стейк. В будущем покажу другие способы приготовления. А также специи и соусы к стейкам. Если понравилась моя техника приготовления, ставь лайк и займись едой. Это был Фудсторм и я Антон Романов. Пока!